Всем привет, дорогие друзья! Давно я себе подарков не делал и решил приобрести такой замечательный ноутбук Asus ZenBook QX3402VA В комплекте у него интересная... Сейчас буду всё это аккуратно показывать, потому что что-то у меня захламлено всё Сумка интересная, значит она такая просто для хранения, но не для переноски, потому что в ней лишних карманов нет Как бы она выглядит стильненько, добротненько, ну честно сказать просто сумка, поэтому мы её выкидываем... Ой, переборщил Итак, значит показываю сам ноутбук, сейчас его немножко приподниму, только нормально Диагональ у нас 14 дюймов, тоненький алюминиевый корпус, очень такой приятный на ощупь, стильненький, аккуратненький OLED-экран, обновление максимальное 90 Гц, вот, яркость, надеюсь, достаточно хорошая, в комментариях вы мне как раз напишите Я стараюсь всё это дело показывать Клавиатура с русскими буквами, достаточно такая неплохая, легко всё нажимается, кнопки не трещат, что приятно Значит, единственный минус, кнопка питания, вторая по счёту справа, и поэтому, когда включаешь ноутбук, туда-то к этому привыкнуть чуть-чуть То есть я сначала нажимал-нажимал, думал, что происходит, а у меня Delete нажимается, и ни черта не происходит Вот, поэтому всё хорошо, в принципе, работает достаточно всё это дело неплохо Показываю дальше Прям возьму и закрою просто Значит, с правой стороны у нас HDMI, если я не ошибаюсь, если что мне в комментариях поправить Надеюсь, не ошибаюсь, идём по направлению к себе, да? Идут у нас дальше гнездо Minijack, оно одно, естественно, для подключения наушников Два Type-C гнезда, мы можем, соответственно, подключить какое-то устройство Или же заряжать ноутбук Быстрая зарядка присутствует Я время точно не засекал, ну, два часа это как бы стабильно Но достаточно быстро заряжается он до, по-моему, 60% Можно просто другую зарядку купить И, кстати, скорее всего, я так и сделаю, я потом объясню, почему я себе, скорее всего, куплю стороннюю зарядку Итак, далее у нас идёт по правому борту картридера Теперь с левой стороны также движемся по направлению к себе У нас идёт USB обычный Потом у нас идёт здесь какие-то несколько разъёмов У нас, я так понимаю, здесь должен присутствовать такой разъём С помощью которого мы можем подключить внешнюю видеокарту То есть, если, например, мы хотим работать, как я понимаю, для себя это с графикой Или, может быть, мы любим тонкие ноутбуки и при этом любим играть в игры Тогда вперёд из песни Покупаем совместимую с этим процессором видеокарту Подключаем и вперёд Это, я думаю, мой оператор в комментариях потом напишет Насколько это стрёмная идея или, наоборот, достаточно прикольная Не знаю Он оценит Итак, динамики у нас расположены по бокам Они как бы ближе к нижней поверхности Но, в принципе, когда ноутбук стоит на поверхности, звук хороший Всё слышно очень прекрасно Я попозже покажу, какой звук Итак, в принципе, основные моменты показал Про характеристики расскажу, а то опять всё позабываю Значит, процессор здесь Intel Core i7 13-го поколения 13700H 2.4 ГГц в обычном режиме 5 ГГц в режиме Turbo Соответственно, у нас здесь присутствует Терабайт на SSD, русский диск 16 ГБ DDR5 оперативной памяти Bluetooth 5.3 Уже упоминал картридер Что ещё? Wi-Fi, естественно, с поддержкой сетей 6 Вот, что-то я цаикаюсь сегодня Значит, и, в принципе, что добавить? Да больше особо нечего добавить Я думаю, просто стоит показать, как это всё работает Как это всё звучит Вот так мы открываем Отпечаток пальца, естественно, присутствует Из плюсов, какие ещё, сразу буду по ходу дела называть Камера здесь расположена над монитором И микрофоны, там же два стереомикрофона Качество звука вы можете оценить Посмотрев предыдущее видео про Samsung Galaxy S24 Включаем Достаточно неплохо всё звучит Единственное, сейчас я попробую коснуться отпечатком Отпечатка пальцев Правда, у меня руки маленечко вспотели Я не уверен, что он нормально сработал Ой, вот он у нас сработал Отлично Итак, покажу теперь экран Ох, как мало места, это плохо Значит, вот такой яркий экран Открыто всем рекомендую программу YouTube My Для просмотра YouTube видео Забавная, конечно, реклама YouTube в YouTube Но это мог с ним Хорошая программа, правда Но, однако, продолжаю Значит, быстродействие у этого ноутбука хорошее Потестировал он на своих базовых задачах Интернет Работа со связью Работа с какими-то текстовыми редакторами Все очень быстро открывается То есть, если у кого-то вдруг старый компьютер И вы нажали на ярлычок с этим С Word или с Microsoft Excel И ждете потом полчаса То это, конечно, история совершенно другая Вот, так что, если вы хотите Прямо со старого компьютера перескочить Я рекомендую В том числе и этот компьютер Я вообще рекомендую компьютеры почаще менять Потому что, знаете, дело такое Не поменяешь лет 10 И потом думаешь, а почему это, собственно, все тормозит Да ровно поэтому, что лет 100 не меняли Вот И теперь я вам постараюсь показать Соответственно, звук Вот И вы его, в принципе, через эти микрофоны, я думаю Сможете оценить Вот, кстати, как шумит кулер Извините, что я так активно обратил на это внимание Понимаете, у многих ноутбуков Кулер свистит, пищит Бывают какие-то звуки, примеси Которые просто бесят На самом деле, в данном случае В данном случае никаких проблем нету То есть, он, если немножко шипит То при этом это не мешает работе Поэтому я запускаю просто музыку И показываю звук Я считаю, достаточно достойно Как вы думаете, вы мне, конечно, напишите Я сейчас попробую немножечко прибавить Чтобы вы оценили диапазон Так КОНЕЦ Вот какие для меня плюсы Даже несмотря на то, что мы прибавили на всю Никаких хрипов Никаких, знаете, таких запираний Высоких частот Когда бывает, что прибавишь И при этом звук такой начинает быть Как бы приплюснутый, приближённым Такой, да Всё смешивается Здесь такого не присутствует То есть, достаточно хорошо Частоты разные прослушиваются Поэтому слушать одно удовольствие Вообще, по звуку хочу сказать И, в принципе, по настройке этого ноутбука Здесь хорошее приложение MyAsus В нём можно настроить разные, соответственно, параметры Можно, например, сделать так Чтобы вентиляторы работали с более низкой частотой Это тоже, в принципе, полезная штука Плюс разные звуковые профили регулируются Например, если мы хотим в играх Чтобы был объёмный звук Соответственно, выбираем профиль игры И мне, например, в Doom'е 93-го года Не поверите, это всё помогает То есть, я в наушниках, когда играю Очень хороший, классный, объёмный звук Я слышу, как монстры сзади бегают И это удобно А, значит, потом Что у нас? Аккумулятор Мы можем включить, выключить Быструю зарядку Ну, или, во всяком случае Сделать её, как написано Более бережной Не совсем пока понял, в чём это заключается Но я думаю, что мне удастся потом с этим Подробнее разобраться Хотя, честно говоря, мне это не так важно Я поставил, чтобы всё работало в стандартном режиме Вот, а так Дальше все ваши возможности Зависит уже, соответственно От операционной системы То есть, как вы в ней что настроите Ну, тут горячие клавиши, понятно Можно перенастраивать То есть, чтобы они срабатывали Как, в принципе, в большинстве ноутбуков Это устроено Поэтому тут уже удивлять меня нечем Просто скажу, что я купил через Озон В магазине Позитроник Цена вышла у меня где-то в 89 тысяч Я не знаю, насколько я переплатил Или, может быть, что-то недоплатил Вы можете написать в комментариях Рассказать, какой у вас опыт покупок ноутбуков Да, в последнее время Какие вы цены для себя считаете приемлемыми Мне вообще, на самом деле, он понравился То есть, я ожидал даже в чём-то меньшего Мне нравится, как он собран Но Пускай он у нас вот так полежит И я расскажу О самом главном минусе О котором чуть не забыл рассказать Вот всё бы хорошо, да? Такое прекрасное железо Такой замечательный у нас диапазон Разных характеристик Внешних, внутренних Но! Зарядка Вы посмотрите, какая зарядка Всё хорошо Type-C разъём, да? А вот с этой стороны Почему-то у нас зарядка Она внешне... Она, вернее Провод впаян в блок Представляете? Как в старые, добрые, доисторические времена Вот именно поэтому Я себе, скорее всего, зарядку куплю Другую Потому что это, конечно Ну, честно говоря Прям такой, знаете Такая ложка тёгтя В бочку мёда Потому что я всё-таки Ожидал, что у меня будет Например, ну как у какого-нибудь RedmiBook 14-го Когда я просто беру хороший блок И кабель, если вдруг у меня порвётся Я его заменю спокойно И всё В данном случае, конечно Мне придётся Изначально уже готовиться к тому Чтобы я когда-то купил себе зарядку Другую Это вот, пожалуй Единственный такой существенный минус Пока Который я для себя нашёл Ну, дальше Поглядим, как будет работать Надеюсь, что всё будет замечательно Если вам понравился обзор Подписывайтесь Ставьте лайки, если не подписались Делитесь комментариями Ну, естественно, всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok